А между тем, сегодня стало известно, что внешний товарооборот Казахстана за 2023 год составил 140 миллиардов долларов. Эту цифру приводит к Астрейд. Специалисты отмечают, сейчас Казахстан показывает стабильный рост в данном секторе экономики. Мой коллега Тумерлан Тлиубаев выяснил, какие отрасли экономики сегодня обеспечивают доход бюджета и все ли так радужно. Здравствуйте, Тумерлан. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации. Действительно, поговорить есть о чем и начнем все-таки с цифр. Почти 80 миллиардов долларов на такую сумму мы экспортировали продукцию в прошлом году. Так сообщают аналитики, если в 2022 больше всех с нами торговала Россия, то в 2023 лидером стал Китай почти на 32 миллиарда долларов, отодвинув северного соседа на второе место. Далее расположились Италия, больше 16 миллиардов, за ней Южная Корея, Турция и Нидерланды. В десятку также вошли Узбекистан, Франция, Соединенные Штаты и Германия. Возникает вопрос, что же мы поставляем. Больше всего пока нефть 55%. Покупают у нас, кроме того, недрагоценные металлы, это около 12%, сельскохозяйственную продукцию, а также руды, уран и природный газ. Что самое интересное, больше всего у нас закупают страны Европейского Союза, 40%. Затем азиатские государства, 35%, а на третьем месте страны СНГ. Есть у нас покупатели и в Америке, и в Африке. А теперь, внимание, я назову пятерку областей, которые больше всех работают на экспорт. Это Атараусская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Мангастаусская и Алматинская. На них приходится 71% экспорта нашей страны. Отмечу, что на долю несырьевого экспорта приходится 32%. И вот что по этому поводу говорят аналитики. Говоря о несырьевом экспорте, больше всего переработанной продукции Казахстан поставляет в Россию, Китай и Узбекистан. Сюда входят и товары неорганической химии. Это уран, оксиды алюминия, инертные газы, оксиды хрома, кислоты фосфорные и карбиды. Кроме того, продаем и медные изделия, различные механические устройства, будь то подшипники, технику, арматуры для трубопроводов и еще много чего. Хочу отметить, что по сравнению с показателем позапрошлого года, 2023 показал рост внешней торговли на 3,2%. Кстати, из категории драгоценных металлов больше всего мы продаем серебро. Это почти 60%. Например, тоже золото, всего лишь на втором месте, со скромным показателем только 39%. Хорошо, спасибо. Это очень подробный расклад. Скажите, Тамерлан, а вот что касается импорта? Доля импорта в Казахстане достигла 61 миллиарда долларов. Покупаем мы бытовую технику, текстиль, продовольствие, транспорт и запчасти к ним. Эксперты отмечают, доля импорта выросла на 20%. Такую тенденцию экономист Андрей Чеботарев называет тревожным звоночком, отмечая, что политика импорта замещения и поддержка отечественных производителей не работает в должной мере. Простой пример. Из нашего экспортного алюминия в Японии одна из крупных корпораций строит самолеты. То есть они используют добытый у нас алюминий для постройки самолета. Понятно, что мы не можем строить самолеты, сейчас об этом речи нет. Но это такой очень показательный пример того, как надо. То есть нефть мы должны перерабатывать, продавать пластмассы, полиэтилены, продавать пластмассы, полиэтилены, какие-то вещи, это глубокая переработка. Кстати, об этом в очередной раз говорил президент страны Касым Жамар Тукаев на расширенном заседании правительства 7 февраля. Глава государства подчеркнул, Казахстан не должен быть зависимым от зарубежных поставок. Иными словами говоря, нам жизненно необходимо развивать и расширять собственное производство, основанное на современных технологиях. Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные инновационные проекты, закладывающие основы экономического роста на многие годы вперед. Дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, миллиардативные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений. Этим надо заниматься. Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим. Поэтому важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса. И теперь многое будет зависеть от того, какие меры предпримет правительство Олжаса-Бектенова в области экономики. Напомню, уже 9 февраля он дал поручение своему первому заместителю Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий. В первую очередь в добывающих отраслях. Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств, причем высокого передела. Сегодня эти 10 дней истекли, и, видимо, в ближайшее время мы узнаем результаты этой работы правительства. Спасибо. На этом у меня пока все. Да, спасибо, Тамерлан. Надеюсь, что мы узнаем действительно, и наши корреспонденты будут держать руку на пульсе.